Эти религии, естественные религии, чем характеризуются? Тем, что в них, можно сказать, практически полностью отсутствует элемент откровения извне, от Бога. Эти религии изнутри идут, изнутри человека. Обусловлены они очень многими вещами. Я сказал, интуицией и ощущением чего-то вышнего, не только этим. И многими другими вещами, в частности, элементарными вопросами. А откуда всё это? Ну, естественно, было прийти, приходили к мысли, что кто-то должен быть или что-то должно быть. Искали первоначало бытия. Опять-таки, то же самое находили. Затем, я скажу вам, немалой причиной являлись и те множество вещей, вещей, перед которыми человек становился в тупик, не имея возможности их объяснить. Вот это также служило одним из элементов того, что образовалась естественная религия. Чем они характеризуются? Тем, что их представления о Боге или богах, о том мире не выходили за границы, вот тут вспомните, не выходили за границы вот этого нашего, наших понятий этого трёх-четырёхмерного пространства времени. Они не выходили. Они все, в общем-то, в общем-то, проистекали отсюда. Они были подобны этому. Они ничего в этом плане, ничего принципиально нового не предлагали. Сами боги – это были люди. Те же люди, которые обладали только способностями неизмеримо большими, чем человек. Они не были подвластны, допустим, тем многим вещам. Мещам, кстати, мещам трагическим, которым подвергнут человек. Вот так возникали естественные религии, если говорить кратко. Вот их источник. Какова истинность утверждения представителей этих религий? Ну, каковы эти религии? Вы знаете, это, пожалуйста, это политеизм языческий, это огнепоклонники, поклонники солнца, луны, звёзд. Это, если хотите, брахманистские религии Индии. Они все именно этим обозначены, этим вот моментом. Они все идут отсюда, с земли, через человека они, от человека исходят. И тут ничего нет того, чтобы выходило за границы, за границы нашего, если хотите, обычного, понятийного мира и мира явлений, в котором мы существуем. Когда мы попытаемся говорить о достоверности этих религиозных утверждений, то, конечно же, мы впадаем в полный тупик. Никакой достоверности. Никакой. Просто мы не знаем, почему верить тому, другому или третьему. Нет никаких оснований. Поэтому критика всегда была и в тех же самих религиях. Совсем другое представляет из себя явление. Это религии, которые мы называем религиями откровения. То есть, которые утверждают, что есть несомненные свидетельства и доказательства того, что те истины, которые она исповедует, эта религия, не имеют земного происхождения. Они могли быть даны только от Бога. Больше мы не находим других никаких источников. Вот мы с вами как раз и разбираем истины христианские. И вот мы с вами уже говорили. Учение о Боге любви. Учение о Боге Троице. Вот учение... Сейчас мы не закончили с вами, но закончим это. Учение о Логосе. Дальше посмотрим учение о Спасении и Спасителе. То же самое. Основные, то есть не основные, а все христианские истины, они не имеют своего источника, который мы могли бы найти здесь, вот, на земле. Ни в философии, ни в предыдущих языческих культах, ни в чём. И более того, как раз всё время пытались исправить христианство и сделать его подобным вот тем естественным религиям, в, так сказать, в атмосфере которых возникло христианство. Так вот, если о первых его естественных религиях, мы, о достоверности их, мы ничего сказать не можем, и действительно они полны мифов, иносказаний, и буквально сказок, то в отношении христианства прежде всего можем сказать, что она действительно религия божественная, истинная. Причина вот та, о которой вот я постоянно повторяю, и сейчас только сказал, ещё будем дальше говорить с вами, что все эти христианские истины вне земного происхождения. Это самое такое очень сильное доказательство. То есть оно имеет объективные аргументы. Не просто наша вера, я верю и всё, в осиновый стол. Да дело не в том, что я верю, а в том, что любой другой человек, посмотрите, его увидите, откуда эти идеи, найдите, где они. И когда находят сходные элементы, то здесь очень важно разобрать и посмотреть. И это сходство, какой характер имеет. Говорят, что организм свиньи очень сходен с организмом человека. Но всё-таки, если человека назвать свиньёй, он почему-то обижается. В чём дело, правда, до сих пор не ясно. Так вот, какова ситуация. Значит, христианство, как религия, имеет эти основания. И эти основания касаются не только происхождения христианских истин, но и другой стороны, очень важной стороны. Это той стороны, которую мы бы назвали стороной духовной жизни. Сами принципы духовной жизни в христианстве и сам опыт христианских, не только подвижников, но зачем? Не обязательно мы всё берём подвижников. У них это просто в яркой, сильной степени. Я вам скажу, и мы могли бы с вами иметь, пусть небольшой, пусть маленький, но действительно реальный опыт переживания Бога. Всё зависит от нашей только искренности и желания. Если ничего у нас нет, то ничего не будем иметь, конечно. Так вот, это вот вторая сторона, что духовный опыт убеждает человека, опыт, вы слышите, убеждает в несомненности того, что Бог действительно именно таков и говорит именно так, как говорит христианская религия. Обращаю ваше внимание вот на что, на очень важный момент, с которым вы сейчас соприкоснётесь. Говорят, ну, посмотрите, мусульманцы, например, люди жертвуют собой, взрывают машины, идут на явную смерть. Вот вам доказательства. Вот это вера. Отвечаем. Правильно, вера. Это сильная вера. А мы говорим не об этом. Я могу с такой же сильной верой верить во что угодно. В луну, в солнце, в звёзды, в камень, в какую-то гору святую. И могу так верить, что отдать жизнь за эту веру. Вы слышите? Это вера. И совсем другое, о чём мы говорим. Слышите? Совсем другое. Мы говорим о реальном внутреннем опыте переживания Бога. Вы найдёте в любом убеждении, по крайней мере, всегда было так, не знаю, сейчас уж есть или нет, но, наверное, же есть. Так. Были представители любых мировоззрений, которые готовы были пойти на смерть и не отрекутся от этого мировоззрения. Сколько было, например, атеистов были? Да. Во что они? Они что, духовно пережили, что Бога нет? Но этого пережить невозможно. Это пережить невозможно. Но они верили. Верили как? Ну, можем сказать, фанатично, особо фанатус – смерть. Умирали и отдавали жизнь. Верили. Означает ли это вера? Означает ли истинность того, что стоит за этой верой? Мы говорим нет. Здесь говорит только об одном. О силе веры человека. Истинной же религии совсем этим не подтверждается ещё. И христианство вовсе не потому истинно, что мы были просто мученики. Мученики. А потому, что почему были эти мученики? Одно дело, можно быть мучеником, мучеником до смерти, будучи просто убеждённым в чём-то. Другое дело, когда моё убеждение проистекает из опыта внутренней непосредственной жизни. духовной жизни. Когда именно переживают Бога. Именно о переживании Бога идёт речь. Вы слышите? Вот мы, к сожалению, совсем вот это всё улетучивается. Именно переживание Бога. И тогда человек готов всё отдать, всё на свете отдать, всё покинуть. Не потому, что он слепо верит, а потому, что он знает. Вы слышите? знает, а не просто верит. Он знает, что Бог есть. Вот кто такой Бог. Человек переживает его всей своей душой. И уже это знание, да, той силой, благодаря которой человек может пойти и на смерть. Вот вам два разных мученика. Один идёт только по убеждению веры. Ну, поверил и всё. Вот он атеист, вот он коммунист, вот он демократ, не знаю, кто угодно, неважно. И вот почему он глубоко просто поверил и всё? И вы что его не говорите? Вы ему будете говорить, дважды дважды четыре. Нет, дважды два – это сорока на колу. Почему? Ну, потому, я так верю. И ничем не поколеблете. Слышите? Это что такое? слепая фанатичная вера. Слепая фанатичная вера. Никакой ценности, вы слышите, ещё раз, никакой ценности эта вера не имеет. Хотя бы также верил и тот, который называется христианином. И, кстати, одно из наибольших зол христианству приносит те христиане, которые фанатики. фанатики христиане. Теперь вы поняли? И другое дело, когда человек из опыта, опыта личного богообщения приходит к тому же, к той же силе убеждения. Вот это да! Он приходит из знания, а не из слепой веры. нет фанатизма в истинном христианстве. И там, где мы видим фанатизм, мы с ужасом отталкиваемся от этого и избави Бог от таких христиан. Но мы с благоговением преклоняемся предмучниками, предподвижниками, которые также до смерти верили, но верили, как знали. Их вера была уже знанием Бога, а не слепой верой. И многие из них эту веру, если хотите, могли и оправдать многими вот аргументами. Вот, в частности, мы с вами разбираем тоже эти аргументы. И одним из таких сильнейших, может быть, аргументов является, еще раз говорю вам, это поразительный опыт духовной жизни, который вот уже две тысячи лет идущий по одному пути. Люди, вы-то представьте себе только, люди разных национальностей, разных культур совсем, разных народов, разных эпох временных, абсолютно ничего не знают друг друга, совершенно не знают. Читают Евангелие и начинают искренне видеть, что здесь именно истина, начинают жить по-евангельски и открываются блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят и видят. Их опыт, когда передают, мы читаем их произведения, мы просто поражаемся. Все пишут одно. И не просто одно. Не просто одно, еще раз вам говорю. А что это одно не пишут? Когда мы знакомимся с их сочинениями, с их творениями, мы поражаемся их мудрости, кстати, от глупости фанатов. Фанатики это всегда каким-то безумием. Сразу увидите, вот проповедник говорит, и вы только послушайте, если он вам полчаса целых мелет так, что вы ничего потом понять не можете, кто бы его не прославлял, хоть весь мир, скажете, простите, здесь что-то не то. творение отцов исполнено действительно мудрости, ясности, если хотите, по крайней мере, прямой целенаправленности, а не сумбура, в котором никто во веки веков не разберется. И кто бы не бегал за этим сумбуром. Так вот, эти люди, еще раз повторяю, совершенно не зная друг друга, в течение двух тысяч лет приходили к чему? К таким вещам, к таким заявлениям, если хотите, к таким, выражаясь научным языком, открытиям, когда они говорили, что просто поражаешься, как перед красотой мы поражаемся, и не нужно никаких доказательств. Так, здесь мы просто поражаемся этому единству, этой мудрости, этой силе, которая присутствует там. Но при этом, обращаю ваше внимание, при этом все это, кажется, было бы достаточно, при этом это еще сопровождается чем? Удивительной, удивительной красотой этих личностей, этой духовной их красотой, так, и объективными вещами, когда вдруг, хотя они прячут, но это проявляется, какие они производят чудеса, как они открывают подчас будущее, причем как все это делается, обращаю ваше внимание, прячут это как можно дальше, чтобы никто не видел. Я говорю, как правило, это с величайшими исключениями, Иоанн Кронштадтский это, не говорите мне, это уникальная личность в истории христианства просто, это единичная личность. Все святые все скрывали. Он, Сергий преподобный, ему бесноватого приводят восемь человек крепких мужчин, он чуть ли всех не разбросал. Вы что думаете, он так и знал беса? Начал, требник взял и пошел, и кропить его. Ничего подобного, созывают все братья, вот, все братья, идемте помолимся. Все молятся, молятся, просто молятся, молебен, выходит, выходит с братьев, благословил. Он тут ни при чем, боярин исцелен. Сергий ни при чем, что вы, что вы, братья все молились. Вспомните, Христос воскрешает дочь Иаира, никому не рассказывайте. Прокоженного ищет, никому не рассказывайте. Истина, истина всегда глубоко целомудрена. Та, которая афиширует, кричит и шумит, знайте, ложь. Знаете, ложь. Когда вам табличку на дверях повесят, я произвожу чудо по таким-то дням, такие-то часы, изгоняю бесов или что-нибудь, знайте, беда. Знаете, беда. Совершенно одно из сильнейших доказательств. Беда и для самого человека, и для всех тех бедных людей, которые страдались и не знают, где что найти. Как утопающие хватаются соломинку, им предлагают мыльный пузырь, да ещё отравленный, вместо пользы. Так вот, мы говорим о достоверности познания в христианстве. Оно подтверждается, как со стороны объективной, вероучительной, сами истины, и мы с вами дальше и будем говорить, посмотрите, мы не находим на земле их источников. Так, с ещё большей силой подтвердается это поразительным ликом этого множества людей, которого мы называем святыми подвижниками, их жизнью. Повторяю ещё раз, вы знаете, больше всего поражает их красота именно. Это духовная их красота больше всего поражает. Так, вот, если хотите, их чудеса, их действительно откровения, их прозрения, вот почему мы говорим об истинности христианства как такового, об истинности познания присутствующего в христианстве. Грандиознейший, уже двухтысячелетний опыт даёт такое количество фактов, перед которым справедливо холм скептицизма ничего не значит. Гора. Этот образ, кстати, я взял у Булгакова в Протерея, он говорит, гора религиозных фактов полностью покрывает холм скептицизма. Вот на каком основании мы говорим, мы говорим об истинности, достоверности познания в христианской религии. Ну, попробуйте это усвоить. Конечно, тут очень важно, понимаете, как всё это преподнести, конечно, но вы постарайтесь это усвоить, по крайней мере, основную идею. Значит, их две составляющие. Истина веры и, пожалуйста, можем разобраться, истина духовного опыта. Духовная жизнь, повторяю вам, это не хаос каких-то чувств и непереживаний. Вы слышите? Избави Бог! Это ложь! Это то, что присуще, может быть, других религий. Христианская, православная наука о духовной жизни очень строгая, трезвенная, ясная, чистая, а не хаос мистических состояний и переживаний. Это люди, совершенно не знающие, не понимающие только. Где мы видим этот хаос? Где начинается это, знаете, сразу же начинается сладость о видении и переживании. Мы говорим, все ясно. Полное отступление вот от того закона духовной жизни, который открыт опытом бесчисленных святых христианской церкви. Закона. Вы теперь помните, что такое закон? Много раз бросаем вверх яблоко, и оно каждый раз падает мне на макушку. Значит, закон тяготения есть. Ну, нет, он же так же открыл, помните же. Это ошибся, бах, ему по голове, он схватился, ах, закон тяготения оказывается. Он так же открыл, ясно открыл, да? Вот что такое закон. Множественность фактов, бесспорных фактов, говорит нам уже о том, что здесь, значит, это так, это так, это истина. Вот таким образом, друзья мои, таким образом, вот я это завершаю вчерашнюю с вами встречу. И вот это завершение, на мой взгляд, является для нас с вами особенно важным. Это нужно особенно помнить. К вам с ножом горло будут приставать, докажите, почему вы считаете, да, с какой стати это ваша вера истинная, откуда вы это взяли. И запомните, пожалуйста, фанатизм вера просто вера, это еще ничто, только та вера истина, которая исходит из опыта переживания Бога. Какого опыта? Полностью соответствующего опыту отеческому, слышите, отеческому опыту. Еще раз обращаю ваше внимание. Потому что всегда это было, и сейчас опять уже продаются эти книжки, это беда сущая, когда вдруг полное отступление от отцов выдается за святость. Это уже беда. Спрашиваю, на каком осовании вы считаете? Это его индивидуальный опыт. Я говорю, все ясно. Индивидуальный. Верно. Такого отцы не знали. Неужели с вас недостаточно понять, что стоит эта индивидуальность? Когда молодого человека сразу заставляют творить молитву Иисусу в течение нескольких часов. Причем как? Как моторчик. Как моторчик. Чтобы бес не успел проскочить между словами. Подумайте. Прям безумие, вы слышите? Прямо настоящее безумие. И это безумие оправдывается. А почему? Потому что сразу сладость появилась в гортане. Уже достижение. Уже достижение. Видите, какое? А тут годы, пишет Бринчанина, уходят на то, чтобы человек стал приобретать истинный духовный опыт, правильную молитву, мир души, смирение и прочие благодатные дары Божьи. А тут сразу 14 часов 14 тысяч произнес, и все уже на небесах. Ну, хорошо, друзья. Вот так. У вас есть какие-то в связи с этим вопросы? Недоумения? Если будут, то, пожалуйста, всегда можете класть сюда на стол. Это вот то, о чем я сейчас сказал. Это, друзья мои, очень и очень важно. Очень. Пожалуйста, это усвойте. Ну, хорошо. Ну, а теперь давайте с неба на землю спустимся. То есть, извините, не с неба на землю, а с познания к Филону Александрийскому. Все филонить любят. Это я знаю. И студенты особенно. Так вот, мне кажется, что имя Филон этого древнееврейского мудреца потому и дано ему, что, наверное, он Филоник любил. Не иначе. Человек жил точно в то время, когда жил Христос. Это правоверный еврей образованный, который великолепно, ну, так пишут все, и это похоже, великолепно знал философию своего времени, философию эллинскую, философскую мысль, римскую, стоиков. В общем, человек был действительно образованный и в то же время был строго ортодоксальным иудеем. Вот это сочетание вдруг в нем оказалось нечасто. Сам он обладал, видимо, таким достаточно большим, может быть, даже незаурядным умом. Почему мы говорим о Филоне? Он жил в Александрии, Филон Александрийский. Скончался где-то, ну, считают, около 50-го, что ли, года первого века нашей эры. Почему о нем говорим? Ну, вот приходится обращаться к величайшим людям мира. Один из них кто? Вот вы ничего не понимаете, не знаете, кто? Я вам скажу. Энгельс. Вот. А вы не знали. Вот видите, просияли от восторга. Энгельс. Почему же мы к нему обращаемся? Он сказал, что Филон это настоящий отец христианства. Вот так. Все. Как печать приложена. Если это так, то действительно интересно. Я думаю, для всех и для нас особенно. Почему же он так его назвал? В чем причина? Кстати, нужно вам сказать, что Энгельс это был не дилетант даже в знании истории христианства. Нет, этот человек был действительно образованный, который занимался серьезной историей христианства, а не как-нибудь. И его выводы, выводы поэтому уже заслуживают того, чтобы можно было рассмотреть их и оценить. Тем более, что он был одним из тех бесспорных авторитетов даже в России в течение, видите ли, скольких десятилетий. Ну, и сейчас для кого-то остается таким же. Так вот, что же такое, чему учил Филон, что он оказался на таком пьедестале почета? Ну, скажу вам суть, суть дела. Ну, литература о Филоне достаточно богатая, я бы сказал, богатая, да. Его изучали очень многие и изучают до сих пор. Вот, он представляет интерес для большого числа людей, и сохранилась его книжка даже, его сочинение сохранилось, Филона. Она находится в работе Смирнова, есть такой Смирнов, это еще дореволюционный автор, который написал следующую работу. Терапевты и сочинение Филона Иудея о жизни созерцательной. Вот это сочинение о жизни созерцательной находится там, и это собственное сочинение Филона. Ну, о Филоне писали очень много. Например, профессор нашей академии Муретов революционный написал большую работу, которая так называется «Философия Филона Александрийского в отношении к учению Иоанна Богослова о Логосе». Достаточные сведения содержатся у епископа Хрисанфа в его большом труде религии Древнего мира. И, конечно, у Трубецкого Сергея Николаевича, нашего известного мыслителя, русского мыслителя, в его учении о Логосе. У него есть такая работа «Учение о Логосе в его истории». Ну, и много в наших даже догматических богословиях Филон упоминается. У того же Мариновского, если хотите, православное догматическое богословие и у других. Эта фигура такая очень большая, звучащая, значимая. Итак, хорошо, что же он предлагает? Он говорит, что Бог абсолютно трансцендентен миру. Вот эту трансцендентность можно понимать в двух смыслах, друзья мои. Слово само «трансцендент». Трансцендере трансцендере – это значит выходить за пределы чего-то. «трансцендент». можно это понимать в пространственном смысле, условно-пространственном, то есть Бог вне нашего мира. Можно понимать в гностологическом смысле, то есть что Бог за пределами нашего познания. Надо полагать, что Филон в обоих смыслах говорил о Боге, что он трансцендентен, что мы о Боге ничего не можем сказать. Абсолютно ничего. Кроме того, что он есть или он сущий, как это мы находим в Библии. В этом смысле он, он, Филон, проводил сравнение вот это иудейского верования, оно именно таково, с платоновскими идеями. Платон ученик Сократа. И он говорил, что Бог исповедуемый нашей религии выше платоновского единого, выше платоновского блага. Что это значит выше или ниже, так сказать, сказать, очень трудно, но, по крайней мере, одно ясно, что если Платон все-таки как-то выражал это единое в каких-то понятиях, то сущего ягви, так выразить никак нельзя, ни с помощью каких-либо слов. Вот. Как же познается Бог? Конечно, нерациональным образом, говорит Филон. Он познается только в непосредственном опыте экстаза. Слово экстаз – это выход из себя. Как бы из себя выходит, когда он чувствует себя, забывает о теле, обо всем. Он в состоянии экстатическом, то есть он ничего, ничего не видит, не слышит, он только здесь соприкасается с самим Богом. Что важно при этом? Важно при этом. И тут, если хотите, начинается вот уже влияние очень сильное и эллинской философии. Мир тварный мир. Он тварный, но по Филону он совершенно чужд Богу. Более того, он противоположен Богу. Если хотите, у Филона даже такие вещи. он чуть ли не противостоит Богу. Он сотворен, вот это уже идея, оказывается, по Филону он сотворен из вечно существующей материи. Вот это, если хотите, какая-то особая дуалистическая идея у Филона. материя. Материя что такое? Это некая хаотическая, косная, неуправляемая масса, что ли. Бог собирает это. Бог ее организует. Бог предает. Предает им формы соответствующие. Но он так и остается, этот мир, из этой косной материи чуждым Богу. Чуждым. потому, что он существует независимо, если хотите. Он совечен в этом плане Богу. Как правоверный иудей, Филон утверждает, что Ветхий Завет Богодухновенен в каждой букве. Кстати, вот эта мысль о Богодухновенности в каждой букве, она потом нашла свое отражение очень глубокое практическое отражение у масоретов. Помните, когда в сотом году нашей эры, в сотом году был произведен беспрецедентный акт в истории, наверное, всех религий. Совершенно беспрецедентный. В этом году, ну, примерно сотый год, неважно, девяносто девятый, сто первый, в сотом году, именно в этом году были собраны все синагогальные свитки. Вы знаете, что в синагогах свитки Ветхого Завета, которые читаются, так же, как читается у нас там Евангелие, апостол по дням, так и там тоже читают, так? Все были собраны синагогальные свитки, свитки, заменены новыми, исправленными. Они говорят исправленными. Мы говорим тоже исправленными, но прибавляем кавычки. Исправленными. И все эти синагогальные свитки, те старые, были уничтожены и заменены новыми. Эта работа гигантская, вы учтите, это не то, что сейчас отпечатать. Сделали экземпляры, отпечатали. Все это писалось от руки. Это гигантская работа и действительно беспрецедентная в истории. Интересно, что по поводу этого Иустин философ писал совершенно решительно, что эти новые списки были искаженными. То есть, их исказили. Само появление этих новых списков было обусловлено чем? Борьбой с христианством. Ведь христиане же апеллировали, в частности, к Ветхому Завету и говорили, посмотрите, Иисус-то и есть тот Христос, о Котором говорили пророки. Да. Вот Иустин философ утверждает именно так. То же самое говорит Иоанн Слатоуст. То же самое прямо говорит, что иудеи повредили Ветхозаветное откровение. И мы, конечно, можем видеть разницу, кстати, в текстах, в текстах Библии Ветхого Завета в русском переводе и в славянском переводе. Почему? Славянский перевод нашей Библии, славянский перевод сделан с перевода семидесяти толковниках, септуагинты. А русский перевод, который был сделан в девятнадцатом веке, был сделан с масорецкого уже текста. Кое-что там в некоторых местах соотносили септуагинты, но в основании был положен масорецкий текст. Вот этот текст, который в сотом году заменил все предыдущие тексты. Вот такова ситуация. И почему я говорю об этом? Что было сделано вот этим масоретами? Были подсчитаны все до буквы все с тем, чтобы никто и никогда не смог заменить где-нибудь в каком-либо слове хотя бы одну букву. Все было подсчитано. Вот такова ситуация. Правда, я должен вам сказать, что звучит это очень сильно, правда же? Но вы знаете, чем характеризуется еврейский язык? Там пишутся только согласные. Нет гласных букв. Поэтому некоторые слова всего две буквы, а там может быть гласных четыре. Так вы понимаете, тут не всегда, но остается возможность во многих случаях вместо одного слова можно прочитать другое. Традиция передавала правильное чтение. Масореты ввели так называемые надстрочные и подстрочные знаки, которые указывали, какие гласные буквы здесь возможны. Надо читать. Вот так. Таким образом, вот эта идея, если хотите, еще Филона, хотя Филон не был пионером, конечно, здесь, по отношению к тексту всегда было самое благоговейное, как и мы относимся с благоговейным к евангельскому тексту, само собой понятно. Вот эта идея, что ветхозаветный канон, канон Бога вдохновения в каждой букве, а не только слове, не только тексте, так, он оказался очень, вот эта идея Филона оказалась очень важной, и она осуществилась у масоретов. Кстати, вот чувствуете здесь, вот какой подход, такой внешний, если хотите законнический, держать букву. Недаром ещё апостол Павел писал «Дух букву убивает, а Дух животворит». Кстати, сейчас, вот даже у нас, вы у многих заметите, у некоторых, которые умрут, но ни одной буквы не изменят в славянском тексте. Вот у вас долго читалось тоже Евангелие, Великий Четверг, у апостола то читалось, когда недостойно причающиеся и спят довольнее. Так что, получалось так, кто хочет, у кого бессонница, нужно причаститься недостойно, и тогда будете спать довольны. Да, вот всё-таки заменили у нас, и у нас в Академии теперь читается, иначе, не спят довольны, а умирают. Видите, как, смысл совсем другой. Для фанатиков я другого слова не нахожу. Это ни в коем случае нельзя делать. Когда им указывают, просите, вы утреннюю молитву как читаете? Внезапно судья приедет? Или напрасно судья приедет? Это же чуть-чуть постарше. Вон у меня в Моритнике один есть, более старый, 19 века. Напрасно судья приедет? Ах ты, Господи, зачем же он придет-то напрасно? Ай-яй-яй. Так вот, этот вот держится за букву, действительно, не за смысл, не за то, чтобы это было научением, чтобы это было молитвой. Нет-нет, главное сохранить букву, и за букву умру. Действительно, умру за букву. Вот это все идет откуда? Вот это, если хотите, иудаистское такое отношение, отношение к самому даже Слову Божию как таковому. Так вот, Филон, значит, утверждал, что Ветхий Завет Бога духовновенен в каждой букве. В каждой букве. Поэтому надо читать, спят довольны. И не вздумайте прочитать, умирают. Я шучу, но вы понимаете, о чем идет речь. Так, его следующее утверждение, очень важно, все Писание Ветхозаветное, которое, Бог, вдохновенно в каждой букве, тем не менее, аллегорично. То, что такое аллегорично? То есть, тот смысл, который вы видите, который прямо, вот, говорится, который указывает, прямо смысл. Нет-нет, речь вот совсем не об этом. Это аллегория, а не реальность, говорит Филон. Писание аллегорично, это аллегория, это только некий образ, намек. Ну, собственно, метафора, да. Это аллегория именно, а не реальный образ. А идейный смысл Писания, знаете, где содержится, оказывается, где само уже понятийное раскрытие смысла Писания, где имеет место? Вот тут, конечно, вы ахнете, и тут, тут, конечно, великое противостояние иудею разных традиций. Он говорит, что о раскрытии, понятийное раскрытие, то есть смысловое раскрытие, уже не аллегорическое, дается эллинской философии у Платона, Пифагора, Зенона. философия этих великих мудрецов есть иносказание, то есть иное сказание, смысловое раскрытие тех аллегорий, аллегорий, которые содержатся в Ветхом Завете. Правда, раскрыты эти аллегории, видите, как? Очень необычно. Здесь тоже требуется ум, чтобы понять. Так смотрел Филон. То есть он находил, находил, что писания этих великих философов, они, в общем-то, тождественны по сути своей ветхозаветному откровению. Ну, в тех вопросах, которые, конечно, затрагивались в философии. И вот в связи с этим Филон развивает учение и об одном из самых центральных понятий философии, греческой философии о логосе. Вот, где он подходит, Филон, к самому главному. Действительно, это одна из самых главных тем Филона. Филон учит о логосе. Как он учит? Он говорит, что логос – это высший посредник между Богом и миром. Логос – это совершеннейшее творение Бога. Именно благодаря только логосу мы и можем говорить о Боге. Потому что о Боге мы ничего не можем же говорить. Но логос и есть то высшее творение или высшая эманация, если хотите, да, благодаря которому происходит и творение самого мира, и творение ангелов, демонов, да, человека, мира. Логос – это кто такой? Это первичный разум Божий. В этом смысле он – сын Божий. В этом смысле, как он творец всего, он даже феос, он даже Бог. Даже Бог. Но не в том смысле, что другой Бог. Другой Бог. А Бог по отношению к этому тварному всему миру. Да. Он первородный даже сын Божий. Он второй Бог. Первообраз всей вселенной. Вот. И так далее. Вот. И логос может, в общем, рассматриваться различным образом. Как душа мира, связь мира, энергия Бога. В общем, это уже как тварно-личный посредник и так далее. При этом Филон в полном соответствии с эллинской философией учит о предсуществовании душ. Оказывается, души их творит логос. Души. И они всегда существуют как творение логоса. Человек же из себя представляет нечто иное, как согрешившую душу там, согрешившую на небе, который посылается в соответствующее здесь тело и в соответствующее социальную среду. Один царем, другой рабом. Все зависит от степени согрешения этой души. Тело по Филону это тюрьма для души. Тюрьма это наказание для нее за ее согрешение. Задача поэтому человека состоит в чем? Освободиться из этого тела. А для этого необходимо человеку освободиться от чувственности, ибо она чувственность корень греха. Она связывает человека с землей. Поэтому необходим аскетизм, благодаря только которому человек в состоянии экстаза может вновь возвратиться в мир Логоса. Вот таково вкратце его учение. Ну вот теперь просто что? Требуется сравнить. Действительно ли Филон отец христианства? Действительно Логос Филона это именно тот, о котором пишет Ян Богослов или нет? Ну вот даже то, что я вам сказал, мне кажется, уже, так сказать, очевидно. Всё то принципиальное различие, которое существует между Логосом Иоанна Богослова и Филоновским. Прежде всего, Логос Филона – творение или эманация. Это второй Бог, то есть низший Бог по сравнению с Богом. христианство абсолютно это исключает. Совершенно исключает это. Ни о каком втором Боге, ни о каком творении Логоса речь не идёт. Это вторая ипостась единого Бога. Единого Бога. Далее. Для Филона нет никакого трипостасного божества. Бог моно-ипостасен, а не три ипостасен. Поэтому Логос Его не в подлинном смысле слова является Богом. А Дефтеросфиоз – второй Бог. Он не равночестен Отцу. Ни в коем случае. Дальше. Материя, если хотите, это нечто костное, чуждое, противоположное Богу. Поэтому человек – это что такое? Это существо, в котором присутствует падшая душа. Только именно греха падения не спосылает душу в этот мир, и она облекается в материю. О падении же Логоса разве можно говорить? Что вы? Это кощунство. Для филона кощунство идея воплощения Логоса. Для христианства это является центральным пунктом, центральным учением. Он, Логос, стал человеком. Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. Для филона это кощунство, это ересь, это просто абсолютно неприемлемое. да. Ну, а поскольку неприемлемо абсолютно и немыслимо Богов воплощение, то отсюда и все прочие христианские истины. Крест, страдания, воскресения, в общем, все это чуждо и даже враждебно филоновскому построению. вот это, пожалуй, это самое главное. И действительно мы видим, Энгельс был почти прав. Почти. Вы знаете, как почти? Вот прыгаешь через пропасть, так? Прямо почти прям доскочил. Чуть-чуть не хватило вот сантиметра к другой. Ах ты! Ну, перепрыгнул, но чуть-чуть не хватило. Так вот и Энгельс тоже самое. Он оказался прав. Филон явился отцом, но только не христианство. А прежде всего орианство и прочих всяких вещей, связанных с этим. Орианство, пожалуй, верно. В этом, пожалуй, сомнений нет. Хочу вам зачитать все-таки еще раз из Евангелия от Иоанна. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Слово стало плотью, все, и обитало с нами полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Ибо закон дан через Моисея, благодать же истина произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. И свидетельствовал Иоанн, говоря, сей есть Сын Божий. Вот, оказывается, какого Логоса мы исповедуем. Опять ничего общего с Логосом Филона. Странно, что Энгель смог этого не заметить. Как-то даже непонятно. С одной стороны, кажется, такой тщательный исследователь все, и вдруг такой потрясающий промок. Просто диву даешься даже. Речь идет о том, что христианство наполнено не только образами святых и прекрасных подвижников, но и гересей, еретиков, отступников, католиков, протестантов и так далее. Как современному человеку разобраться во всем этом? Для внешнего человека и православия является одно из исповеданий, больше ничего. Ну вот, друзья мои, это вопрос, я вам скажу, требующий объяснения, связанного с трудом с неким. Нужно действительно по западным исповеданиям было бы, наверное, вам бы, должны были предложить, что прям вот те просто принципиальные различия, которые существуют между православием и католицизмом, и православием, и протестантизмом. Принципиальные. Это, кстати, это очень в высшей степени важно показать, что общего, а что действительно принципиально отличает их. Когда мы говорим об истинности духовного опыта, мы прежде всего говорим о православии как таковом, и говорим, что в православии мы находим и начинаем с древнейших времен и прямо от линии святых проводим. Прямо проводим линию святых. Вот кто, и посмотрите, вот каков их опыт. А тот факт, что в истории христианства мы находим множество фактов прямо противоположного характера, то об этом можно ли на это удивляться? Нет такой доброй вещи, которые нельзя было бы испортить. В том-то и дело, что мы люди, и мы судим о достижениях, о правильности или ложности только под тем представителям, которые осуществили в себе это христианство. Так вот, единство опыта вот этих святых, которые мы называем как истинный опыт, их как раз опыт и свидетельствует нам о том, что действительно христианство дает возможность человеку богопознания. При этом, скажу вам, это очень важная вещь, что наши вот эти отцы издревлеидущие, они не только говорили о положительном опыте богопознания, они предупреждали всячески, настойчиво, писали, писали просто, что называется, кровью и слезами о возможности уклонения человека. Говорили, как может уклониться человек в прелесть, прелесть. Они писали не просто о грехах, нет, они писали о духовной жизни, как можно уклониться в прелесть, какая молитва ложная, какие виды прелести, кстати, что некоторые из них приводят прямо к сумасшествию и показывают, как человек впадает в прелесть, что нужно сделать, чтобы избежать этого. Так что этому не приходится удивляться, что история христианства как такового наполнена чем угодно, но мы называем церковью не христианство, а церковь называем единство тех людей, которые искренне стремятся осуществить в своей жизни Евангелие. И как осуществить? Законным путем, а не перелезая через забор. как это делают многие увлеченные мистицизмом и всякой всячиной, которую можно найти. Ну, вот так примерно это можно сказать по этому вопросу. Академия Академия Продолжение следует...